Два экстремистских преступления, шесть правонарушений по фактам размещения в интернете нацистской свастики выявили в течение текущего года правоохранители в Ненецком округе. Эта статистика была приведена на заседание очередного координационного совета по вопросам миграционной политики в регионе. Четыре ложных сообщения о терактах и одно уголовное дело о заведомо ложном сообщении. Кроме того, штраф в размере 330 тысяч рублей наложен на гражданина, признанного дважды виновным в совершении преступлений по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Такую статистику привела начальник отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Ирина Ирмолина в докладе о влиянии миграционных процессов на криминогенную обстановку в НАУ. Кроме того, она отметила множественное нарушение законодательства среди трудовых мигрантов. Это относится к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан на территории округа без патента или с патентом, оформленным в другом субъекте. Привлечение иностранных граждан к работе без разрешения документов. Что касается организации работы по предупреждению при течении нелегальной миграции в населенных пунктах округа и на объектах нефтяных месторождений, то в этом году отмечается некоторое снижение активности иностранцев и лиц без гражданства. Однако в следующем году прогнозируется уже динамика роста. Это связано с некоторым послаблением в законодательстве. Благодаря которому трудовые мигранты могут получить российское гражданство. Но вместе с законопослушными гражданами на территорию округа проникают и криминальные элементы. Поэтому необходимо усилить контроль особенно на нефтяных промыслах, куда трудовые мигранты попадают напрямую. На многих участках сезонно-автомобильного зимника осуществляется свободное перемещение трудовых мигрантов между объектами ТЭК, в том числе расположенных в пределах пограничной зоны. И я соглашусь с предыдущим оратором, у нас проблема в том, что в указанной сфере является отсутствие финансирования, которое позволило бы своевременно вылетать на объект ТЭК и МСК на цели проведения комплексных наибовых мероприятий. Согласно законодательству, иностранные граждане, работающие и проживающие на территории Ненецкого округа, получают социальную поддержку на общих основаниях. Кроме того, в округе действуют различные культурные и национальные объединения, так называемые диаспоры. Регулярно социальные службы проводят мониторинг условий проживания трудовых мигрантов на территории округа. По согласованию СМВД России по Ненецкому автономному округу предложение определяется квота на разрешение на временное проживание в Российской Федерации для Ненецкого автономного округа. На протяжении последних лет он составляет 50 разрешений. На 2019 год распоряжением правительства также распределена квота в размере 50 разрешений. В завершение заседания собравшиеся обсудили план дальнейшей работы в области миграционной политики в Ненецком округе. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ольга Руслова, Вадим Носкин.